Здравствуйте, Юрий Лазаревич! Мы с вами уже не первый раз беседуем, берем видеоинтервью. И сегодня мне бы хотелось поговорить о... вернуться на 50 лет назад, в 1962 год. Сегодня, в апреле месяце, празднуется круглая дата, 50 лет, первому выступлению сборной команды СССР. Подзюдо на международных турнирах. Ну и хотелось бы вам, как очевидцу, участнику этих событий, чтобы вы немного рассказали, ну как вот... 1962 год, чем он для вас ознаменовался, что для вас в нем важно было. И нашим зрителям рассказать о тех событиях, которые произошли ровно 50 лет назад. Ну, 1962 год, он знаменательен многими моментами, но он знаменатель тем, что он был после 1961 года. В 1961 году, я не помню, где-то в конце года, было принято решение МОКОМ, Международно-лимпийским комитетом, о том, что дзюдо вместе с волейболом будет включено в программу олимпийских игр. Даже это было в 1960 году, простите, в 1960 году, и стало известно, что вместе с теми играми, которые были в Риме, в 60-м году, значит, в 64-м году будет, в 56-м году, в 56-м году олимпийские игры были в Риме. В 60-м году было принято решение, что в 64-м году будут олимпийские игры в Токио. И там будет дзюдо и волейбол, в дополнение к программе которой. И когда это стало известно, то, естественно, руководство спорткомитета Советского Союза, оно понимало, что надо включить, включить в проект по участию сборной команды Советского Союза под дзюдо. Ну, естественно, что это могли сделать только самбисты. Другие борцы, при всем их величии, они не могли участвовать в соревнованиях по дзюдо, потому что простая вещь нету, предположим, куртки, и все, это определяет многое. И вот, значит, к чести наших всех тех, кто занимался самбо, была уверенность в том, что мы можем победить на этих... Ну, не победить, но, по крайней мере, удачно выступить. И с 61-го года, с конца 61-го началось формирование сбора Советского Союза сильнейших самбистов, которые, ну, критерий был такой, чемпион Советского Союза, это как минимум, а потом все остальное уже там подпособен, неспособен и так далее. И надо сказать, что уже в 57-м году, в 57-м, я подчеркиваю, то есть за три года до того, когда вот эти серьезные события разверачивались, проводилась матчевая встреча между, значит, Динамо и по линии бульвестников. В ФЖСТ был такой клуб во Франции, и они приезжали сюда, и мы встречались с ФЖСТ, а динамовцы ездили в ГДР, и там боролись тоже под суток. Это 57-й год? Да, 57-й, 58-й год. И вот эти встречи, они показали о том, что мы боеспособны при участии, то есть никто не знал, как самбит встречится в святках с дзюдоистов. Там, правда, были некоторые такие, ну, согласованные моменты по правилам, но, например, мы как-то очень сдержанно относились к удушению, и не потому, что там боялись, а просто, ну, не знали, что такое, как и физиологически, как это всё дело происходит, как это влияет, и так далее, когда выходили такие слухи, что из тысячи задушенных схваток спортивных один погибал просто от удушения. То есть вот такая была информация. Естественно, к удушению отношились очень сдержанно. А что касается болевых на ноги, то в дзюдо в японских правилах нет, ну, в дзюдоистских правилах нет болевых на ноги. Ну, и вот такая компромисс была принята. Это один из сильных компромиссов, значит, или один из важных компромиссов, что нам не делали удушение, мы не делали болевые на ноги. Ну, я как понимаю, на тот момент в Европе, если в СССР культивировалось самбо, в основном, то в Европе самбо не культивировалось, а культивировалось в основном дзюдо. Абсолютно, да. Больше того, я вам скажу, что к тому времени, вот я сейчас, надо помнить не могу, ну, была такая афиша выпустена, забегая вперёд, перед встречей с французами, что там было 1600 клубов дзюдоистских во Франции, ну, во всей Франции. То есть дзюдо было достаточно сильно развито. Это уже в 62-м году, в 61-м году прошёл третий чемпионат мира по дзюдо, где Гейзинг выиграл. То есть этот вид спорта, который тогда уже просто мы не занимались этим, у нас был свой родной, родоначальники, так сказать, национальный вид спорта, интернациональный вид спорта самбо. Конечно, все занимались, но все понимали где-то посходно, что какая-то есть связь, кстати, она в какой-то мере есть, потому что всё-таки история дзюдо имеет более вековую историю по времени, чем самбо. Но это два вида, с которыми, в общем-то, в принципе, их объединяет то, что они в одежде, есть какие-то совместные виды. Но я вам скажу, бедро есть во всех видах борьбы. Бедро есть в вольной борьбе, есть в классике, бедро есть в национальных видах, в национальных видах монголов. Ну, схожесть, да. Да, да, полнейшая. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что вот что там общего, это профессионалы понимают, о чём речь. Илья Лазаревич, а вот скажите, кому было дано, позволено, или, так сказать, право дано начать формирование команды, вот именно 60... Значит, я вам скажу, в доброй памяти был такой Владимир Михайлович Андреев, очень неоднозначная фигура, очень неоднозначная. Его четыре раза назначали главным, три раза, четыре раза назначали, четыре раза назначали, три раза снимали. Три раза снимали, то есть это был человек преданный самбо, по большому счёту, понимаете. Вот. И вот он возглавил, он был из Динамо, главный тренер Динамо, был, в общем, довольно грамотный. Ну, что значит довольно грамотный? Более, ну, Чумаков, Андреев, там, это всё поколение, которое выросло после, ну, будем говорить, таких, как Харлампиев и, там, Будзинский, но это были люди, которые, в общем-то, паровозами были во всём этом, в самбо. И вот он возглавил, так сказать, ну, я не знаю, тренерский совет в состав вошёл, Василий Фёдорович Маслов, значит, Анатолий Аркадьевич Харлампиев, Евгений Михайлович Чумаков. Вот. И же с ними тренеры, их много было, потому что у каждого тренера был свой ученик, каждый тренер приезжал на этот сбор, каждый сказал, что вот его ученик самый подходящий для участия в дзюдо. Ну, и вообще он дзюдоист с рождения, вот. И вот этот принцип, то есть критерии в конкретных, а был критерий один, чемпион Советского Союза по самбо, вот это был очень важный критерий, там, и на него равнялись, потому что человек в защиту. И вот по этому принципу в 61-м году, ну, первый, я первый сбор, помню, был где-то в декабре такой, он был, ну, полуофициальный, ну, москвичи собрались, там, чего, как, как жить дальше и так далее. А в 62-м году был официально назначен календарь, была создана официальная сборная, вот. Вот, правда, тогда эта сборная была на общественных началах. Но она так и называлась, сборная СССР по борьбе дзюдо. Нет, она называлась сборной Советского Союза по самбо для участия в соревнованиях под дзюдо. Ага, вот так. Вот так. Нет. Но это было связано с тем, что не было федерацией дзюдо, да? Да, да. Официальная сборная федерация, официальная федерация под дзюдо, она появилась в 72-м году. Через 10 лет после. И по этому поводу я расскажу еще один интересный момент, если хотите, прямо сейчас. Значит, был тогда президентом Владимир Зелебзянович Шестаков, симпатичный парень, второй призер Олимпийских игр и так далее. И он ко мне подходит и говорит, Илья Иванович, вы знаете, что вот в этом году, это было, наверное, это 82-й год или 90-й даже, второй год, он ко мне, видите, как за 50 лет, как десятки, прям так, 10 лет, раз и нет, 10 лет. Он говорит, Илья Иванович, вот напишите статью, что вот, значит, вот, 72-й год, там, это, я говорю, Владимир Зелебзянович, он на «ты» я его звал, но тут я сказал, Владимир Зелебзянович, вы ошибаетесь. То есть началось дзюдо в Советском Союзе, в Советском Союзе официально, да, это тоже были, так сказать, какие-то рецидивы дзюдоистские, был Ощепков, был Спиридонов и так далее, все это было, вот. Но я говорю, началось оно в 62-м году, и вот я ему рассказал, и он был очень удивлен, а человек, в общем, сведущий и знающий, может быть, он знал, просто забыл. То есть отсчет создания сборной Советского Союза, которая сегодня называется сборная под дзюдо, я считаю, идет с 62-го года. Но называлась она сборная Советского Союза по самбо для участия в соревнованиях под дзюдо. И всюду это афишировалось, всюду говорили, что мы самбисты выступаем под дзюдо, и даже вот наши противники, ну, так сказать, в хорошем смысле слова, они всех знают, что это самбисты. Илья Лазович, а вот состав сборной, он очень обширную, как география. География была большая, география была большая. Я еще раз говорю, каждый тренер, ну, например, вот Кобрев из Краснодара, из Майкопа, он приезжал, говорил, что самый лучший, Невзоров и так далее, значит. Я не знаю, у меня сейчас эти фамилии так роятся, что я одну назову, другие забуду, как-то. Страна большая, чемпионы Советского Союза были из разных республик, из разных этих, и каждый приезжал, говорил, да, вот мой ученик хороший, вот мой ученик, это все. Все были, Волощук, Слава, значит, ну, я не знаю, то есть все они, внутрь, даже в Москве, даже в Москве были тренеры, которые говорили, Валерий Михайлович, да мой, там Вася, он самый дзюдоист, я бы еще раз говорю, родился в кимоно. Ну, но решал в конечном счете все-таки, конечно, ну, последнее слово, я так понимаю, было за Андреевым, вот, я на этих советах никогда не... Ну, кто я, я простой участник, кто я такой, вот, а решалось, ну, там была очень светлая голова Евгения Михайлович Чумаков, вот, значит, Анатолий Аркадьевич тоже в этих вопросах, он был интернационалист. Вот, у Анатолия Аркадьевича были сильные борцы, но он как-то вот считал, что один каращук может участвовать, достойный, так сказать, а все остальные, ну, они, так сказать, вроде еще. Вот, и, значит, создавалась, была сборная, было очень, ну, я закончу, значит, и в 62-м году началась официальная, так сказать, международная встреча была, это приехали чехи. Нет, Илья Владимирович, один момент, вот, до встречи с чехами, скажите, вот, ваши воспоминания, как вы узнали о том, что вы включены в список сборной команды? Я узнал, мне сказал Евгений Михайлович, что ты должен прийти, уже в 62-м год, и, во-первых, это еще, во-первых, в 62-м году был чемпионат, ну, это после уже был, в 61-м году был чемпионат Советского Союза, да, кстати, я тогда еще, правда, не был, я в 61-м году, вторым, третьим стал в 61-м году, но я уже до этого был чемпионом Советского Союза, поэтому уже, так сказать, ну, я не о себе в данном случае, все так вот, кто были, мне Евгений Михайлович сказал, что вот создается сборная, надо поехать на сборы, поезжай туда на сборы, и ты будешь, и будешь участвовать, там была куча малайтов, Динамо было, там... То есть, в принципе, вот в течение последних, там, четырех лет, кто был в президенте, чемпионате Советского Союза, они все приехали на эту вот, да, ну, не все, но большинство, в основном-то были москвичи, потому что народ еще не знал, там их не успели оповести, но изначально это была, так сказать, значит, это была, ну, как бы, так сказать, московская фаза становления сборной, вот так можно сказать, вот, а уже к этому, к чехам уже вызывали, там, я знаю, вот вызвали, значит, этот, я забываю их фамилии, этих ребят, вот, вызывали, и начиналась подготовка к чехам, ну, к чехам мы недолго готовились, там, мы это прямо собрали, там, вот ты, 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 ты едешь, и все, и без... То есть, получается, что вообще, как бы, первая международная встреча сборной самбистов Советского Союза, ну, как бы, дзюдоистов... Это, на мой взгляд, еще не совсем сборная, это была просто, ну, так сказать, представители сборной, которые, значит, ну, могли любого поставить другого, вот, не Цепурского там, а, я не знаю, Федорова поставить, понимаете, кого-то, любого могли поставить, и, ну, первая встреча, я, ну, вот, на эту встречу даже прикидок не было. Она, как бы, не была такой официальной, это просто была... Она была официальной, я же, я говорю, вот, я там журнал написал, это для меня, это было большое испытание. А где вы боролись? Во Львове. Во Львове. Во Львове. Да, мы летели самолетом тогда, помню, набрал целую, это, Леденцов, целую, это все, что-то нехорошо было. Ну, тут у каждого, как говорят, свои отпечатки пальцев, но зато был очень такой результат неожиданный. Там попался такой высокий чех, ну, один из коронных моих времен мельница, и я на автомате засадил, ну, блин, как взял захват, секунд за 10, я его шлепнул, и когда я вышел, Андрей сказал, такого высокого бы и я бросил, ну, имелось в виду в мельнице, вот такой был тренер своеобразный. А вот у меня такой вопрос, получается, на тот период, вот, в СССР очень культивировалось самбо, дзюдо, как бы, ну, не было известно, а Чехословакия, ну, это она входила в соцлагерь, но там больше культивировалось дзюдо, а не самбо. То есть самбо тогда не имело такого влияния на европейские страны, особенно... Абсолютно, абсолютно, тогда самбистов не было. Единственное, что, вот, забегая вперед, в 64-й год, значит, был такой смирот в ГДР, и когда, вот, в 57-м году ездили генамовцы, ездили в ГДР, то вот мне Андреев сказал, вот там такой смирот есть, он здорово делает мельницу, ты это запомни, понимаете, вот. И как-то я действительно запомнил, и вот, ну, как говорится, мельница в исполнении дзюдоистов, она выглядела более самбистской, чем дзюдоистской. Вот так вот, ну, хотя бы, так, среди немцев. Ну, конечно, знали о том, что есть самбо в Советском Союзе, знали абсолютно, я думаю, многие, наверное, знали, и даже в Японии, наверное, знали, я думаю, всё-таки... Илья Лазович, а вот Львов, вы приехали в Львов, где проходила вот эта встреча с Чехникой? Я не помню, очень много было зрителей, очень много, это такая популярность. То есть, анонсировано было во Львове, что анонс проходили, что будет встреча... Да, видимо, то есть, я эту пиаровскую рекламную продукцию, я не знаю, я там, я помню, что мы сходили с Женькой Глариозовой, мы сходили во Львовский театр, вот этот Львовский театр, этот, там, Львовский театр, оперный театр во Львове. Вот, а так никаких... Вот, только борьба, только это, и выдохнул, вот я как вдохнул в Москве, так выдохнул после броска. Вот такой состояние. Итог встречи? Итог встречи, 7-1 мы выиграли все, то есть, один кто-то, я не помню, кто проиграл, у нас 7-1 мы выиграли, команда. И это зарядило нас всех на это, ну, Владлен Михайлович говорил, вы знаете, это не самые сильные, это он начал уже, он был психолог страшный, это вы не берите за победу, это просто была тренировочная, это и все. Готовимся к французам, приезжают французы. То есть, он уже после этой встречи уже знал, что приедут французы? Он знал до того, он знал, когда составлялся календарь в 62-м году, то есть, календарь же был составлен, там были французы, потом была Европа была обозначена в мае месяце, потом универсиада была обозначена в сентябре, потом еще какое-то соревнование сейчас заполнил. А где проходили сборы перед встречей? Сборы проходили в основном, вот все, ну, мою бытность, когда я был 7 лет в сборной, я продержался, именно продержался, то в последние годы были очень тяжелые, да и первые были непростые. Это база ЦСКА на песчаных, вот там, где аэропорт, песчаные улицы, там база, очень хороший стадион, хорошая гостиница, кстати, там мы треновались вместе с будущими великими, ну, с Тарасовым тоже в том же месте, потому что у нас, когда приехали японцы, забегая несколько вперед, то они, значит, треновались три раза в день, три раза в день. И тренерский совет, я не называю их шоф, а я Андрей, я говорю, тренерский совет решил, что мы должны с утра треноваться, потом вечером, днем и еще вечером. Вот, и, значит, первая утренняя треновка, она выпадала где-то на 8 часов, а в это время Тараса тренировал тренетий К, и говорю, вот эту кошку вы еще все узнаете и услышите. То есть какой-то был такой, а вечером мы с ними играли в хоккей, где они нас, так сказать, тут мы их учили вроде как падать, а там они нас учили как бросать. Вот, значит, у меня была клюшка от этого, там, фото забыл, стыдно мне, Цицинов был такой, Цицинов был, и вот он мне подарил свою клюшку. Значит, ну, это, как говорится, о дружбе в спорте, но эта дружба в спорте, она такая, как говорится, пока только до ковра, а уже когда вышел на ковер, там никакой... Илья Лазович, после поединков, значит, с чешскими дзюдоистами уже готовились к французам, и между этими поединками не было встреч ни с какими другими. Нет, ну там разница, понимаете, это апрель, значит, 12 апрель, туда-сюда 15, а уже 7 мая или 6 мая мы вылетели в СН. Вот, то есть практически это было, да, 15, где-то 10, ну, где-то 2 недели это было, 2-3 недели. Вы говорили, что встреча с французами, это не один поединок, не один турнир, это серия турниров, которые проходили по городам. Нет, это серия встреч, это турнир назывался международный турнир по дзюдо между сборными командами Советского Союза. У меня где-то есть рекламка, это всё, это про фишки есть, между сборными Советского Союза и Франции, состоящие из трёх встреч. Первая встреча в Москве 8 апреля, вторая в Киеве 10 апреля и третья в Тбилиси 12 апреля. Вот три матчевых встречи команда на команду. Ну, аншлаг такой же был. Аншлаг был, в Тбилиси чуть трибуна там не обвалилась. И в Москве тоже, вот там фотографии есть. А в Москве где проходило это? В Москве это было в Лужниках, по-моему. Да, в Лужниках это было, в Лужниках. И состав участников от Советской сборной и Французской по одному участию? Нет, нет, нет. Значит, французы везли три веса, там три веса. Ориентация была на Олимпийские игры. Программа Олимпийских игр включает три веса и абсолютку. То есть четыре номинации разыгрываются. 68, 80, тяжелый, плюс 80 и абсолютка. Вот. И они привезли вот 68, 80 и тяжелый. Вот. И за нас, за сборную СССР боролось по четыре участника. То есть каждый из участников... А французов по три, да? Три, они на всех. А у нас один был свободен, и менялась ротация, менялась. То есть кто-то две встречи поборолся, кто-то одну встречу поборолся. Но все поборолись сборник. Четыре человека в сборной у нас были, к тому времени, зачислено уже в порядок определенный был. Вот, четыре человека. То есть они были авангард. Сзади стояла еще очередь приличная. Вот. Но это был авангард из четырех человек. Илья Лазович, вот, ну, не секрет, да, что форма в самбо и дзюдо разная. Как вы адаптировались к кимоно? По-разному адаптировались, по-разному адаптировались, по-разному. Никто, видите, в чем дело. Вот сегодня уже с позиции, ну, зрелого человека, я понимаю, что я не должен плохо думать об Андрееве, тем более никогда не думал об других. У меня, Владимир Михайлович, у нас были несколько, потому что у меня был свой характер, у него был свой характер. И, так сказать, я уже достаточно возрастной был. И там были конфликтные ситуации. Я думал, что если бы не он, мне бы легче жилось. Не так. Он сам не знал, он хотел как лучше. Он не хотел как лучше, он хотел выигрыша. Он хотел выигрыша. Каждый из нас хотел выигрыша. И поэтому тренерский состав сам не знал. И никто не мог на себя взять ответственность за то, что сказать, вот ты делай вот так, вот ты бери вот так, вот ты бери. Ну, за исключением, ну, таких, как, вот Чумаков, например, ну, Шульф в какой-то мере, он, у него больше опыта было, я с ним вообще тренировался вместе, мы же из одного коллектива, все. Как-то вот там были какие-то, ну, потом сам уже, ну, что же, уже чемпион союза, в 60-м году я опять чемпион союз выиграл. Чемпион союза, в общем, ну, какой-то уже опыт был, и понимание какое-то было. Так вот вам одели кимоно, и насколько у вас вот техника неправда? Ну, когда нам одели кимоно, то нам говорили, в общем-то, самые распространенные приемы – это подхват. Вот надо учиться делать подхват. А мне, Евгений Михайлович, потому что, Илья, у тебя короткие ноги, никакого подхвата, передняя подножка и мельница. Вот Евгений Михайлович никогда, никаких наставлений никаких не давал, никогда не... Ты говорил, делай так и так, а тут он просто сказал, и действительно, я, в общем-то, ну, как говорится, слушал, что говорили, там, когда все отрабатывали подхваты, я отрабатывал подхват, предположим, там все, ну, это... Но в конечном счете результативность, и у каждого так, наверное, было. Вот Толя Бондаренко, он прекрасно делал подсечки, зацепы подсечки. Ну, этот, я не знаю, ну, там, все, Глариозов, кстати, Глариозов делал подхват, вот ему это дело было удобно, он подхват делал. Ну, тренировались на сборах вы уже в кимоно, или все-таки в самбисском ковре? В кимоно, все, никаких куток самбо, никаких босиком. А на самбисском ковре или на татаме? На татаме, уже лежал татаме. То есть татаме уже привезли? Больше того, тогда разговор шел о том, чтобы сделать плавающий татаме. И забегая далеко вперед, я потом пару раз был в Японии, я знаю, что такое плавающий татаме. Вот. Мы на плавающем татаме никогда не боролись. Но разговор был в ЦСКА Гулевич Дмитрий Ильич, очень такой тоже завзялый, будем говорить, в дзюдо человек. Вот, он, значит, имел определенные выходы и договаривался, и чертежи делали, и все. Ну, короче говоря, плавающего татаме не было. Но татаме лежало, в пансионате ЦСКА лежало татаме, и мы на татаме имели возможность. Хочешь, с утра хочешь, вечером хочешь целый день. Вам выдали по одному кимоно или как-то кимоно было? Нам выдали кимоно, да, вот тут вообще я не помню, по одному, по одному, конечно по одному. Причем на первом кимоно я постирал прямо с гербом Советского Союза это кимоно. У меня жена была очень такая чистоплётная, она когда говорит, что ты в таком грязном борешься, и взяла и постирала. И потом это было, значит, поводом для каких-то усмешек, что вот у нас есть такие, которые стирают не только кимоно, но и герб. Вот, ну, да, и вот в этом, да, в кимоно, в кимоно каждый свою гигиену соблюдал, как мог, и тут уж никаких таких. У нас был очень хороший врач Гиселевич. И всем выдали черные пыльца. Да, мы все считались первый дан, всем присвоили первый дан, черный пояс первый дан. И возвращаясь к матчевой встрече, значит, они прошли три встречи в трех разных городах с интервалом, я так понял, два дня. Ну, календарных два дня, практически там получалось один день, потому что, да, самолёт там. Насколько это тяжело было с учётом перелётов, смены зон? Трудно сейчас сказать, вот честно говоря, я помню вот эту вот только чеховскую свою эпопею, которая, в общем, вот так закончится. А потом как-то всё это, ну как, ну как, ну, это сегодня какие-то там трудно, нетрудно, я не знаю, дайте мне эту машину, я иначе... Тогда ты защищаешь честь Советского Союза на международной арене, вот как это всё было. И там перелёт, не перелёт, какие разговоры, о чём речь. Ну, это никак не повлияло в итоге на исход встречи. Конечно, нет, конечно. Каждый понимал, что прилетел ты или приехал, пришёл пешком, ты должен, ты должен выиграть. И итоги... Итог очень приличный, 6-2, 6-2, 5-3. После завершения этой матчевой встречи Владлен Андреев собирал вас? Конечно, собирал. Или он так же, как и после Чехов, сказал, это всё не ерунда, это всё... Нет, нет, не надо, он не сказал после Чехов, это всё ерунда. Он просто поддержал таким образом, он не был, понимаете, он садистом не был и не был... Нет, это не так, это наоборот, он скрывал свою, ну, вроде, такую отеческую, хотя я вот сейчас смотрю, он был старше меня на 5 лет всего. Понимаете? Вот, ну, может быть, я не ошибаюсь, то есть он не намного был старше. И он хотел, так сказать, ну... И он не был чемпионом Советского Союза, он, правда, был вторым призёром один раз. А там люди были по 5 раз чемпионом Советского Союза, кто-то такой. Но, несмотря на это, у него был авторитет, да? Ну, да, у него был административный авторитет. Технического, к сожалению, не к сожалению, просто он не мог. Василий Фёдорович Маслов тоже был очень административный, потому что Василий Фёдорович был аккуратный, если он сказал, если он сегодня там дежурный, что всё было... Ну, то есть, это были... Ну, а как, получается, что вот этот костяк тренеров сборной, да, их там 4 человека, я так понял, что... Официальных, да, ну, там приходили. Получается, что, значит, Маслов, Андреев, они, как бы, в основу была административная. А техническую составляющую... Техническую составляющую есть... Харлампиев и Чумаков? Харлампиев в меньшей мере, а Анатолий Аркадьевич вообще... Я имею в технику, над техникой. Да, а вот технику, я скажу такую вещь, у нас формально была, значит, такая, ну, кажется, подача техники. Ну, подачу техники давали, например, так, ну, вот, там, опять же, ну, цепурцы, ну, ты вроде там мельница собрали, ну, покажи, как ты это... Ну, ты показал, все плюнули на то, что ты показал, и занимаются своим. Вот. То есть народ был уже опытный, опытный народ, такие, как Кипназы, Киберцашвили, Боголёбов, там, я не знаю, Наталенко, ну, то есть любого, возьми, это были личности в то время, личности в самбо. Вот. И их все... Вот сегодня, к стыду своему, многих чемпионов Советской России по самбо не знают. Он стал чемпионом, там, и даже больше того, и больше этого, и не хочу их обижать, но, к сожалению, столько соревнований, много, а тогда это было квинтэссенция, тогда другого-то не было ничего. После завершения матча и встречи у каждого члена сборной, или у вас лично, самооценка повысилась в том, что вы можете выиграть Европу и удачно выступить на Олимпиаде? Ну, дело всё в том, что вот как-то так вопрос не стал, выиграть Европу и удачно выиграть на Олимпиаде, на Олимпиаде нет, потому что у нас, к сожалению, много сил, вот моих личностей, уходило на прикидки. То есть отбор был очень жестокий, вот между даже этими четырьмя, и потом ещё те, кто стояли в очереди сзади, они приходили тоже, создавались какие-то мини-соревнования, мини-турниры, на которых ты должен был выиграть и так далее, и оценивалось, для многих это было показателем. К сожалению, я считаю, потому что, вот, и многие проигрывали эти турниры, а потом, я не буду называть фамилии, а потом очень удачно выступали на соревнованиях официальных, ведь есть такие люди, и было такие, которые выигрывали, а проигрывали на соревнованиях, такое тоже имело место. То есть тут тогда не было, к сожалению, я, может быть, сейчас скажу какую-то крамольную мысль, мне кажется, что и сегодня никто не знает, вот в составе руководства, значит, ну, будем говорить, дзюдо, там я не знаю как, вот это победитель будущий или не он, понимаешь? Поэтому трудно, очень трудно, как говорится, конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Можно судить после, а до этого надо брать на себя, я расскажу интересную, очень серьёзную историю, истину. Когда создавался полёт, вернее, программа освоения Луны была, значит, не знали какой-то, почему я знаю, это моё профессиональное, не знали какой там грунт. Потому что зависит от того, если это какой-то пыль какая-то, посадка одна, если это твёрдая скала, то посадка другая и так далее, и так далее. И никто не мог сказать, какой там грунт. И только Королёв написал, взяв на себя смелость, считать грунт на Луне твёрдым. И он попал, и он попал. Но для этого, а там было много, целые институты занимались этим, вынестили, какой грунт на Луне для того, чтобы послать туда, значит, этот луноход и так далее. А Королёв написал грунт. И вот это сказать, что грунт твёрдый, не каждый мог, даже среди средних. И сегодня, мне кажется, не каждый может сказать. Хотя я знаю, что в своё время Колесов, когда вот этот пловец у нас был, пловец Колесов сказал, я отвечаю за него, он выиграет. По мере, прости меня, четыре раза Олимпийским совесть был. Вот пловец был. И Колесов, я знаю, сказал, что да, мы его берём, хотя он при китке проиграл здесь, в Москве. Олимпиаду он выиграл. После встречи, вот, команда, ну вот, вы с Таней командой со своими, ну, не одноклубниками, да, вот сборной, вы как-то... Коллегами. Коллегами. Вы как-то обсуждали эту победу своей, вы делились как-то впечатлениями? Значит, всё равно вот такая человеческая дружба, она оставалась. Она оставалась, из-за того, что у нас вот у меня были серьёзные противники, серьёзные прикидки, чёрт вообще даже сейчас. Вот. Но всё равно по-человечески мы никогда друг с другом не становились в позицию, так сказать, антиподов. Нет. Всё равно, ну, так получилось, причём некоторых просто тащили за уши, такое тоже было. Вот. Ну, мой ученик, я сижу на ковре, сужу, там, естественно, я... То, что имеет место сегодня быть, естественно, я его... А он выиграл. Я говорю, он выиграл турнир внутри сборной, везите его на Европу и так далее, и так далее. То есть, комплектование сборной, вот тут написано так, формирование некоторые говорят, я считаю, что комплектование всё-таки сборной, оно было очень трудным. И для участников, и для тренерского состава. Очень трудно, потому что тренерский состав не должен был промахнуться, не чесать потом затылок и говорить, вот мы могли бы взять Васю, а взяли Петю, вот мы промахнулись. То есть, там была определённая аргументация, насколько я понимаю, никто, правда, мне об этом не рассказал, но я понимаю, что там были достаточно не без, так сказать, высоких тонов разборки и доказательства и всё. Но состав был определён, и состав был определён, ну, оптимальный, так сказать, на то время. Илья Лазаревич, а как Вы думаете, вот, спустя 50 лет, почему всё-таки с французами была встреча перед чемпионатом Европы? Потому что на тот момент Франция доминировала, или просто... Я не знаю, я не знаю, почему, там могли быть и политические моменты, могли быть, ну, Франция была, действительно, вот я же говорю, там были чемпионы Европы, Гроссен был четырёхкратный чемпион Европы по дзюдо. Гроссен приезжал такой, Либер был, Люстержон был, там были... Мы сегодня знаем о них, а тогда-то мы не знали, но это были знаменитые люди, они действительно показали настоящую борьбу. Гроссен все сватки выиграл. То есть, Францию там могли по политическим моментам, может быть, какие-то другие, я не знаю, может, в Испанию обращались, они отказались, не знаю, трудно сказать, но французы, к их чести, и я очень им признателен, потому что вот сегодня они приезжают, 6-го числа мы с ними встречаемся, вот, и я думаю, что там кто-то из... Я после этого дела, мы, правда, виделись несколько раз, потому что я туда приезжал, и по самбо мы уже в Францию ездили, боролись, и с ними встречался за всех, они хорошие ребята. Участие в чемпионате Европы для вас, ну как, оправдало ожидания? Или вы уже просто были готовы, морально знали, что, ну вот, французов вы проходите, значит, и всё нормально? Ну, тут, в общем, конечно, хотелось выиграть, но я не знаю, интересно ли это всем, но в моем случае сыграл роль случай. С тем же самым Смиртом я отборолся за выход в полуфинал, то есть за медаль боролся, бронзовую медаль, и мне казалось, что я у него выиграл. И действительно, когда судьи начали, там есть понятие там решением, то есть хантей, и приравенство. И судья на ковре, потом, как оказалось, это был западный немец, Смирот, восточный немец. Вот, и судья на ковре поднимает руку, значит, хантей, и судья, а я стою, вижу одного судья, второго судья не вижу. И тот судья, который я вижу, поднимает мой угол. То есть я выигрываю. Ну, и у меня сразу мозги работают. Ну, всё, выиграл, молодец, сейчас там и всё. А тот, оказывается, поднял руку Смиротова. Тот поднял. И судья на ковре поднял Смиротова, отдали победу Смиротова. То есть 2-1 я проиграл в этой встрече. Ну, забегая вперёд, скажу, что в 64-м году я у Смиротова выиграл. Вот в Германии, в ГДР, это в Берлине был. Я у него всё-таки выиграл, и выиграл убедительно. Но в тот момент я, западный немец, не хочу ничего в это, но проиграл решением судей. Вот такое бывает. И я не был доволен своим результатом, хотя там это всё. Но, к сожалению, не всем удалось. Нас ездило 11 человек, медали увезли 4. А 7 человек... Но зато в команде третьими мы стали тогда. Ну, после этого чемпионата Европы, как Андреев оценил выступление? Вообще была какая-то там оценка? Да, оценка была. Не знаю, не политинформация, но какая-то вот... Нет, нет, но вы всё... Ты всё клонишь к каким-то заседаниям этим, ну... Ну, какой-то исток, поведение и токов. Эти заседания, они ничем не отличаются от сегодняшних заседаний. Важно, кто их воспринимает. Важно, кто их воспринимает, кто их слушает, и уровень выступающего. Вот и в чём всё. Интересно узнать, понимаете, нам тяжело сейчас об этом знать, а вы очевидец этих всех событий. Как просто для того, что, может быть, провести параллели между сегодняшними тренерами сборной и как тогда было... Я знал тех тренеров, я знал тех тренеров, а сегодняшних тренеров я не буду проводить. Параллели мне это не нужно. Ну, Андреев отругал или похвалил? Нет, Андреев положительно отнёсся к происходящим событиям. Положительно. Он сказал, что мы молодцы. Ну, как, я не помню, как он это говорил, но осадок от выступления на чемпионате Европы был положительный. Тогда ещё выезжал с нами президент федерации Рождественский. Рождественский выезжал, президент-генерал такой тоже. Он тоже сказал, что, ребята, ну, в первый раз, конечно, хотелось бы, чтобы лучше, но всё нормально. То есть нормально. Ну, мы же ходили тогда в ЦК партии, нас вызывали, там проходили мы собеседование, приняли нас здесь, приём был определённый, когда мы вернулись. Не такой пышный, как Носова встречали. Но, значит, такое всё нормально. Елена Лавровна, в командных соревнованиях сборная СССР заняла третье место. Трестное. Мы играли у всех, мы проиграли французам, голландцам и французам. Первыми стали? Голландцы. А французские команды, французы стали вторыми? Вторыми, да. Состав французской команды отличался от матча? Не помню я сейчас, к сожалению, не помню. Но были, нет, Гроссен боролся точно, значит, Гроссен в другой подгруппе был. Гроссен боролся, этот боролся, Либер боролся, вот, боролся Люстержон. Вот эти все фамилии, они все боролись. Как? Франция, Анфранция. Да, Франция это престиж. Ну, то, что они нам проиграли, это ни о чём не говорит. Это матчевая встреча, это мы сейчас с тобой поборемся. У кого это интересует? Вот. А на Европе это достижение всего. Чемпионат Европы после 1962 года проходил каждый год? Каждый год. В 1963 году поехала очередная сборная. И в Женеву. В Женеву. Вот. Состав практически остался тоже с небольшим изменением. И стала чемпионом Европы. И результат был повыше уже. Повыше был результат. 1963-1964 год тоже был привлечен. То есть, эффект подготовки, чувства олимпийских игр, он присутствовал. И все уже готовились. И все готовились к Олимпиаде. И сбор у нас был сбор, летний сбор в Алуште был. Вот, где мы перезнакомились. Где вообще моя дружба, вот таким, как Иваниевский, Сашка, там, я не знаю, Кольсов, Анатолий Иванович. Она пошла с 1963 года, с Алушты там и так далее. То есть, мы стали полноправными членами сборной Советского Союза на Олимпиаду. И вот там уже состав был этот. И уже на стипендии все сидели уже тогда все. Ну, посадили нас на стипендию. Вот. И уже был состав, который уже, так сказать, мы... Это уже была профессиональная подготовка. У вас сохранилось первое кимоно? У меня, да. У меня сохранилось первое. Которое постерно было. Вот, которое было постерно. Оно у меня есть, да. Оно у меня есть. После этого дела у меня были кимоно и с поясом, там давали с цепурский, так далее, так далее. Все это, ну, у меня, я думаю, что кимоно 4 прошло за это время. Ну, год кимоно, так, приблизительно, да. Полтора-два года кимоно. Илья Лазович, вот, если так анализирую... Тапочки, в которых я ходил, у меня на даче валяются. У них уже ходить невозможно, но это такие японские были тапочки, когда мы были... Ну, у нас были свои тапочки, там, а японец подошел, говорит, давай поменяемся. Я говорю, да, это как-то вроде твои тапочки-то вроде уже твои, а мои мои. Он говорит, да ладно, какие, мне твои больше нравятся, вроде так. И поменяли все. Они были с гербом? Нет, не с гербом. Нет, это были обыкновенные, такие простые, советские, там, резина, резина, там, это основание такое, ну, вот, и этот, и отдал. И вот эти тапочки, я, во-первых, их по праздникам только одевал, вот, и валяются туда дальше, сейчас. Илья Владимирович, ну, для вас, как для участников вот этих соревнований, насколько такое в жизни вот дало отпечаток? Ну, конечно, ну, конечно, ну, я же говорю, это эпизод, французы, это эпизод, Европа, это эпизод, а вся жизнь же это самбо. Конечно, вот и 50 лет, и сегодня я, и сегодня, вот, представляешь, когда, ну, сколько, я поддерживаю какую-то связь с дзюдоистами, там, знаю этих, ну, встречаемся туда, ну, как-то. Ну, вот, и вдруг мне звонит Лабынцев и говорит, Илья Лазаревич, вот, вспомнили про вас, не можем. Я говорю, да ты что, не может быть, вот у меня даже бумажка здесь, дочка записала, он звонил, меня дома не было, записала. Вот, Лабынцев, вот, звонит, Лабынцев звонил, пап, звонил Лабынцев, что-то там это. Все, короче говоря, Илья Лазаревич, вот мы приезжаем, ну, слабо, а я уже написал статью, журнал «Самозащита», я написал статью «45 лет», удачным дебютом, это было 45 лет назад, и вот сейчас, 5 лет назад, и вот сейчас написал тоже, и статья эта будет в «Самозащите», вот, в майском номере «Самозащиты» будет, то есть 50 лет, я говорю, ну, вот, Володя, я говорю, так и так, он говорит, ну, вот, Илья Лазаревич, прошу вас, давайте подготовьтесь, будьте готовы, 6-го числа приезжают французы, встречают и так далее, там, «Свяжитесь с Крещуком», там, «С Глориозом», как это все, мы всех, в общем, кто это. И я часть, я не знаю, полный состав, но я знаю, что приедет Натальенко, приедет Боголюбов, значит, будет Глориозов, будет Карачев, будет Цепорский, вот, вот, не знаю, кто еще будет, но вот этих 5 фамилий он мне озвучил. И французы тоже приезжают. И французы приезжают, да, какой состав французов, не знаю, знают, что мы размещаться будем в гостинице, знают, что мы пойдем в зведение, говорят, программа уже, это есть, все. Вот, ну, что я спросил, обороты-то мы будем быть, да нет, Илья Лазаревич, вам уже вредно, я говорю, ну, почему, мы можем с ними так, пообниматься на ковре, я говорю, ну, пообнимайтесь за столом. То есть, даже спустя 50 лет все равно у вас есть желание еще выйти на ковре? Чувство, чувство, да, чувство захвата еще, да не только, я думаю, у меня, у них, например, Грастин, он же полицейский, но, наверное, он сейчас сидит в каким-то большом кабинете, я его спрошу, кореш, в каком кабинете он сидит, если он приедет, вот, а, но, в принципе, кстати, у него были очень, руки такие были мягкие, такие, нежные, когда с ним здоровы, все нежные, а когда он брал захват, то чувствовалось, что прямо как будто вы это, в кушак попадаешь. Илья Лазаревич, спасибо большое за то, что вы рассказали, ну, успехов вам во встрече, и думаю, что она вас не огорчит, а так же порадует, как и в 2012 году. Хотелось бы, конечно, все хотелось бы, но немножко зима сейчас, может, был бы их на природу, ну, посмотрим, как там все, мы, ну, будем, звенек, на природу. Я тоже считаю, что это хорошо, что такая встреча состоится, потому что все-таки нас осталось мало тех, кто вот имеет право поучаствовать в этой, но это достижение все-таки всего самбистского мира, всех самбистов, и сегодняшних в том числе, вот, которые, ну, что продвигают наш вид спорта. И сегодня, когда мы будем встречаться, они будут знать, что они встречаются с самбистами. Спасибо. Спасибо.